8 мая, в преддверии Дня Великой Победы, у отреконструированного памятника солдату-освободителю 1941-1945 годов несут вахту памяти учащиеся юнормейцы. Около постамента со звездой на открытии Вечного Огня с 20.00 присутствовали глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов, глава Верхнеуральского городского поселения Александр Лысов и председатель Верхнеуральского отделения общественной организации «Память сердца» Антонина Хатенова. Теперь этот огонь будет гореть всегда, он будет гореть круглые сутки. И память о войнах погибших на фронтах Великой Отечественной войны, она и в Верхнеуральске, в нашем любимом прославленном городе, будет вечной. Мы с удовольствием постарались успеть 9 мая сделать этот мемориал. Понятно, что еще не все завершено, мы планируем завершить благоустройство на вот этой памятниковой площади полностью. Все памятники, они должны привести в одно мемориальное сооружение, привести в соответствие с единым стандартом. Здесь все будет очень красиво, благородно. Я надеюсь, что к концу этого лета мы здесь все уже закончим. Мы здесь и погибших защитников полиции. Наша организация – память в сердце. И наша основная миссия – сохранить память о подвиге, который совершили наши отцы, подарив нам победу, свободу. Ранее этот мемориал имел статус «Огонь памяти» и зажигался только в праздничные и памятные дни. Газ поступал от баллонов, теперь будет идти напрямую из газовой сети. Мемориальный объект в Верхнеуральском районе создан в рамках областной программы «Огонь памяти». После фразы «Вечный огонь считаем открытым» Антонина Хатенова и Сергей Айбулатов поставили свечи на постамент. В это время зажегся вечный огонь в знак памяти о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны и тех, кто не дожил до 76-й годовщины Великой Победы.